Ребятки, всем привет! Рубрика вопрос-ответ на канале. На самом деле сейчас время начало 12-го. Люди спят или спать ложатся. Юля пишет вопрос-ответ. Я еще не в одном глазу. Ну такое уже состояние, знаете, как бы. И не туда, и не сюда. Запишу видео, потому что все уже привыкли, что выходят видео два раза в день в 7 утра и в 16 часов дня. Вот. И я уже привыкла. Надо записать, потому что завтра у меня не будет времени. Так, что тут я накалядовала? Какие вопросы? Боже. Сейчас, что я наклацала? Так, есть, есть, есть. Писали мне в комментариях... Ласа, слезь со стола. Вот засранка, а. Писали мне в комментариях насчет укропа. Люди пишут, не понимают, как так укроп сеять каждый год. Если он сходит самосевом, это как сорняк. Его другие не могут вывести, а ты сеешь и так далее. Но, ребята, у меня не самосеется. Кстати, соседка мне рассказывает, сейчас зачитаю комментарий. Мать моя женщина, укроп сеется у нас везде. Сам и по дорожкам, и по всем грядкам. Первый раз такое слышу, что укроп надо семена покупать. Вот на этот комментарий я отвечаю. У меня не сеется. Во-первых, я не понимаю, какой может быть самосев. Если даже он и есть самосев, да. Но я стараюсь огород пропалывать. И даже где мелкий сходит, его не замечаешь. И срубаешь его тяпочкой вместе со всеми сорняками. То есть я, получается, его выпалываю. Мне не получается его оставлять. Вот. Это раз. Второе, что соседка, тетя Джоня, мне рассказывает. Юля, раньше в нас, видимо-невидимо, этого укропа. Хоть, я не знаю, хоть что дело, он все равно лезет и лезет самосевом. Были чем семена такие, были чем шо. А сейчас года три, как или чуть больше, он просто, ну, его нет. И я сею, прям говорит, по огороду раскидывает. Че, ого, высапы. Тоже, наверное, высапывает. Не знаю, но не получается у меня, чтобы какой-то всходил самосев. Наверное, слишком я этот самый пропалываю в грядке. Получается так. Дальше. Приветик, Юль. Если не ошибаюсь, у того стола угол в обратную сторону. То есть вдоль окна будет 165 или я ошибаюсь. Это стол, который мы купили по объявлению бэушный, недорого. Угловой стол. Он довольно-таки большой, в неплохом состоянии. Вот. Для дачи самое то. Нет. Там получается, ну, может, я не так показала. Он стоит там в комнате вверх тормашками изнаночной стороной сюда, лицевой туда. Ну, короче, нет. Именно короткая часть будет со стороны окна. А самая длинная, 165 сантиметров, вдоль стены. Именно так вот. Ну, я так думаю, что туда его поставим. А там еще до мебели далеко. Подождите. Надо еще все это дело ободрать. Весь потолок. А там будем смотреть. Так, Юля, по поводу забора. Я спрашивала, да, как сделать забор. То есть, у нас есть каменный, как назвать, в принципе, забор, парапет, бордюр. Довольно-таки высоченький. И туда нужно что-то такое вот нашить. И я смотрю, что люди, в принципе, так и делают. У них идет каменный заборчик. И сверху вот этот профнастил. На что они крепят и так далее. Я спросила, да. Мне написали. Юля, по поводу забора. Высверливают отверстия, вставляют арматуру и заливают бетоном. А потом уже к арматуре приваривают профнастил. Это-то понятно. Но кто-то дальше написал, что в бетоне тоже, да, просверливают, вставляют арматуру и так далее. Но у меня-то там не бетон, у меня камни. У меня, я не знаю, как они называются. Вот такие вот камни огромные. И они сложены один на один, как-то там в шахматном порядке. Между ними, между этими камнями, там растворы буквально вот так вот. И они все держатся в один монолитный такой забор. То есть, а в камне сверлить как? Каким образом? Вот это мне непонятно. Как туда приделать к каменному забору вот эти вот арматурины? Как вы сверлить камни? Вот. Не пойму. Так, дальше. Юльчик, ты специально по скалам на скользкой подошве? Ну, конечно, контент. Я все хожу, хожу, жду, пока. Когда же Юлька сядет на шпагат, понимаете? Вот. Ну, два варианта. Либо скалы убрать, либо изменить путь, да, свой ходьбы на дачу. Либо заменить обувь. Ну, как-то так получается, что у меня вся обувь с какой-то такой гладкой подошвой. Тут нужна какая-то такая, не знаю, тракторная какая-то. У меня такой нет. Вся получается скользкая. Ну, что, ждем контент, пока Юля там расстелится, ляжет красиво. Так. Здравствуйте, Юля. Хочу поделиться своим опытом. Я покупаю фасоль в супермаркете. Обычную сухую фасоль в отделе крупы и сею ее. Отлично растет. А получилось это случайно. На даче на зиму остался не до конца использованный пакет фасоли. И его погрызли мыши. Я выбросила остатки фасоли на компостную кучу. И они там проросли. Я собрала все проросшие фасолины и посадила в огороде. Выросла замечательная фасоль. Надо будет посмотреть. Честно, я, так как я, ну, не покупаю, да, особо фасоль. Ну, вот я чуть-чуть купила, ненадолго хватает. И покупала я у бабушек на рынке. Но оно не дешево стоит. Это маленький такой пакетик. Там 20, 30, 40 гривен. Ну, в разные цены. Вот. В этом году вот я хочу посеять. Но вот я говорила, да, что семена, которые продаются в пакетиках, в садовых, огородных этих магазинах. Ну, там вообще, извините, 10 фасолинок, а стоит там 30 гривен. Но это вообще ни о чем. Что ж я 10 посажу? Мне надо хотя бы вот стакан, да. И вот зрительница мне посоветовала. Я не обращала внимания. Надо будет посмотреть, действительно ли там продается. Я не видела. Но, возможно, из-за того, что просто, да, не, ну, вот, как говорится, не обращала внимания. Надо глянуть. Спасибо большое. Дальше. А у нас в прошлом году не было ни абрикос, ни вишен. Ну, у нас абрикос не было, потому что в округе все деревья поболели манилиозом. Манилиозом. Вот. Это когда цвет, вроде бы, абрикоски расцвели. Вот. А потом они пожухли, зачахли, осыпались и так далее. Я сначала думала, что это, потому что такое бывало, и думала, что это прошелся, знаете, как такой мороз, и померзли эти цветочки. Но нет, оказалось, это манилиоз. И в прошлом году, ой, много где по Украине была эта болячка. И сколько вот соседей у меня, ну, такие, я не знаю, как назвать, профессионалы, они опрыскивают деревья, все за этим следят и так далее. И все равно, не было абрикос. Вот. Ну, такая болячка. Надеемся, что в этом году не будет такого. А что насчет вишен, то у нас был урожай вишен, слава богу. А абрикос не было. Так, какие контролеры по свету? У нас уже давно электроэнергию передают умные счетчики прямо в контору. Ну, я же живу не у вас, да, я живу у себя. Да, вот, в квартире у меня, да, счетчики поменены и стоят вот этого, ну, назовем их нового поколения, что не нужно передавать данные. Они там как-то, да, компьютером автоматически, как-то там они передаются. Но что касается села, где у меня дача, то не знаю, как там у всех, как у других, но ходит контролер, по крайней мере, по всему селу и снимает показания. Ну, как, винные заходы в дверь, да, у всех собаки, вот, винный, это звоночек, либо там кричит хозяева, и мы пересмотрим, и циферки ему передаем. И в моем случае я там сейчас, ну, не каждый день, когда не получается с ним увидеться, они оставляют записку мне в ворота, засовывают, вот, и я должна перезвонить, дать показания. Вот так вот по старинке, у нас так. Так, дальше. Юлечка, а у вас не продают на базаре семечки сырые? Там обычно и семена укропа на стакан 20 гривен у нас стоит, и петрушка, и фасоль, и горох. Да, продают, но вы знаете, уже прям, чтоб такое, стаканами у нас нет. Это вот такие вот маленькие рюмочки, да, есть цена 20-30 гривен, но вот такие маленькие рюмочки. Кстати, покупала я в прошлом году, у меня, мне очень понравился урожай, мой урожай лука-чернушки, да, я вырастила и на еду, мы кушали более крупные луковицы, которые выросли. И для посадки у меня много ящиков получилось, хотя небольшие там грядочки я сажала, очень хороший урожай. Вот, и семена я покупала именно у бабушки на дорожке, это такая вот советская, я не знаю, стопка, да, ее называют, 100-граммовая рюмочка. Вот эти семена посадила, такой большой урожай, схожесть хорошая, отличная. В этом году тоже я пока просто не вижу. Или еще рано и бабушки не повыносили вот эти все семена. Все жду, жду с сезона, чтобы накупить. Все равно выгоднее получается. И кукурузу, да, вы все знаете, я вам рассказывала, что да, сахарную я кукурузу купила, да, посадить. Эксперимент будет для меня в этом году, именно сорта вот гибридные кукурузы. Ну, как пишут в отзывах о тех семенах, которые я приобрела, что урожай вообще супер-пупер. И кукурузка одна в одну, хоть на рынке торгуют, тоже красивая, да. Вот, но вы все знаете, я вам говорила, что я люблю кукурузу не сахарную, а, как ее называть, кормовую. Не знаю, именно это, именно такая кукуруза была в моем детстве. Она мне вот самая ароматная, вот та кукуруза вот из моего детства. Да, она более жесткая, но по аромату сахарной ей вступает. Опять-таки, дело вкуса, да. Вот, и очень выгодно покупать, опять-таки, если, во-первых, сейчас очень сложно в пачках семенов. Имена найти именно вот той вот кукурузы, да, в основном сахарная, сахарная везде пишет. Вот, но у бабушек на дорожках можно купить прямо качанчик. Он сухой, засушенный качанчик и гораздо выгоднее получается. Но в этом году я хочу спросить у соседей, может, у них остались качаны. У них такая кукуруза, что за сорт такой, не знаю. Она выше человека ростом и огромная. Они для хозяйства выращивают. Можно будет качанчик у них то ли попросить, то ли купить, там, как выйдет. Так, дальше. Юлечка, если бы жук ваш попал к этой овчарке во двор, она бы его разорвала или задушила. А так, жук хозяин в своем доме и овчарка понимает, что она в чужом дворе. Это немецкая овчарка. Они очень агрессивны в своем дворе и очень сильные. Жук камашка против этой овчарки. Жук смелый в своем дворе. Каждая собака защищает свою территорию, свой дом. Бинго! Именно об этом я и говорила. Что жук, что касается его территории, его двора, он разорвет, порвет любого. Будь то человек, будь то собака, он такой свирепый пес. Но я об этом и говорила, что попадая за территорию свою, то есть за ворота, он не замечает ни собак, ни людей. Ему по барабану. Так, дальше. У меня соседка укроп не может вывезти, спалывает, а я не могу развести его, сею, где только место есть. Ну, видите, либо земля разная, либо нам пока не везет. Может, повезет в этом году. Посмотрим. Так, Юля, а можно вам задать вопрос? Вы говорили, что ваш муж на пенсию вышел. И тем не менее, в каждом видео вы говорите, что у мужа нет времени. Я немножко что не понимаю. Извините за вопрос. Возможно, перепутали каналы, чешу, я не знаю. Потому что я такого не говорила, что мой муж вышел на пенсию. Он, к слову, не получает пенсии. Никакой пенсии у него нет. Не получает он ее. Поэтому, ну, не знаю, что такое за вопрос, сколько я так и наказала. Так, Юля, у вас так часто дожди идут. Смотрю старые ролики, которые попадаются. И там в каждом ролике у вас идет дождь. Это капец. Да, бывают такие сезоны, что дожди, дожди, дожди. Это, помню, мы, это, по-моему, года два назад было. Что вообще сезон посадок уже сажать вовсю пора. Уже все вокруг зеленое. Земля прогрелась. А у нас дожди невозможно выйти. Кошмар. Ну, вот бывает, да. У нас даже зима. Видите, она без снега. Но зато с дождями. Поэтому постоянно такая мокрота. Кстати, впереди, по прогнозу, вроде бы как будет без дождей. Ура, ура. Ну, они вроде бы как и нужны. Но когда их слишком много, что постоянная грязь, надоедает. Так, дальше. Спасибо всем огромное, кстати, за советы по поводу... Ой, этой потолка в летней кухне, да. Мы еще не начали там ничего обдирать. Вот-вот все это вот начнется, да. Ролики немножко выходят с опозданием. Не буду сейчас раскрывать все карты, да. Постепенно ролики выйдут. И все увидите, все узнаете. Вот. Много комментариев разных. Есть советы. Есть советы, которые меня заинтересовали. Есть советы такие, что, ну, возможно, зритель не понял, да. Чего я хочу, чего мы хотим добиться. Скажу в двух словах, что это не жилое помещение. Потому что такого рода комментарии, как... Ну, вот эти вообще такие, да, что нужно все развалить и построить новое. Ну, на секундочку, ребятки. Чтобы сейчас строить что-либо. Это нужны большие деньги, нужны большие финансы. Мало того, что их нет. Мало того, что у нас в стране война, да. Живем одним днем, неизвестно, что завтра будет, да. Вот. Ну, и плюс мы стройку, как бы, не планировали. Это совершенно другое дело. Это дача, где мы не живем, а где мы находимся там три месяца лет. Летний, да. Вот. И такие комментарии, что все там обшить там вагонкой. Вы видели цену сейчас на вагонку? Любые строительные материалы сейчас стоят немалых денег. Вот. И так далее. Поэтому наша задача что-нибудь такое вот сделать косметическое. Потому что, в принципе, вспомните, какие дома были внутри. Вот Леночкин дом, где мы ей, да, смастерили. Оно же было страшное. Мы не знали, за что браться. Мы их там все содрали, ободрали. А дальше просто наши глаза боялись, что и как будет. Но, тем не менее, минимальными затратами, купив просто там грунтовку, водоэмульсионку, пару кисточек, там, да, шпаклевку. И то все приходит с опытом. Мы люди без опыта. Мы никогда не занимались такими там ремонтами. Максимум шоу в квартире. Обои поклеили и все. Стены-то здесь ровные. А там совершенно другое. Там вот так вот все и не знаешь, с какой стороны подойти. Там сыпется, там отпадает. Тем не менее, как-то опытным путем, да, уже пришли к тому, что оказывается, ну вот, ну не знали. Не может человек в жизни все знать. А мы покупали эту, помню, шпаклевку. Заделывали трещинки, там, дырочки какие-то, впадинки. Покупали шпаклевочку в этих маленьких баночках. Там 100 гривен, так маленькая ведерка. Пару-ляп-ляп пару раз мазнул, потому что дыры вот такие. Раз, нема ведра. Хоп, нема ведра. Думаешь, деньги только так улетают, что-то не то. Вот. А потом, оказывается, это продается он, как называется, гипс, да, или что. В таких мешках водички добавил, развел. Ну, так совсем другое дело. Стягивай, перетягивай стены и так далее. Ну, к этому как-то так вот сами, сами пришли, да. Ну, короче, в общем, мы же сделали вообще с минимальными затратами. Самое дорогое, что там есть в этих ремонтах, что в одном доме, что во втором, это линолеум. Линолеум, да, здесь никак не сэкономишь. Он сейчас стоит денег, как ни крути. Вот. Ну, и здесь нужно обойтись какими-то такими вот минимальными затратами. И плюс, это не жилое помещение. Мы там даже внутри в этом помещении не кушаем. Там не будет никогда стоять никакого ни стола, ни стульчиков, ни какой-то обеденной зоны, ничего. Это просто как, знаете, потому что, по сути, посмотрите вот на мои даже видеоролики все лето. Я даже там внутри в кухне готовлю, сколько раз это можно по пальцам вот одной руки пересчитать. Это в тех случаях, когда на улице дождь, гроза, вот такие какая-то град там не погодится, да. Вот. А большую часть я полностью готовлю на улице, то есть на улице. Это место, кстати, надо будет тоже этим летом как-то оборудовать получше, поудобнее. А что касаемо этой летней кухни, это, грубо говоря, такой склад необходимых мне. Вилки, ложки, тарелки, чашки. Вот. В принципе, все. Ну, единственное, да, что там стоит газовая плита. Мне, кстати, зрители писали, Юля, что ты паришься, можно эту газовую плиту вынести на улицу. Либо баллон там внутри оставить и шланг удлинить, да, и так далее. У меня была такая мысль, думаю, блин, действительно классно на улице. Вот. Но другая часть зрителей меня отговорила, потому что ветер. Это газ и пламя может там задуваться и так далее. И я вот как-то откинула эту идею. Ну, хожу туда, кастрюльку ставлю. То есть, это не жилое помещение, это чисто такое вот летняя-летняя кухня и плюс вот больше я на улице все-таки нахожусь. Вот. Поэтому что-то такое вот минимальное. Самое главное, чтобы не сыпалось на голову, потому что оно-то сейчас в углу сыпется, но оно как-то вот передвигается, передвигается ближе, ближе. И уже скоро будет уже над плитой осыпаться, а я там, извините, супы, борщи варю. Вот так вот я, ну, в двух словах, может, сильно задержалась. Вот такой вот комментарий. Добрый день, Юля, смотрю, у вас не первый год и решила написать вам свои мысли в голос. Касательно вашего ремонта в летней кухне, я бы в первую очередь очистила потолок от штукатурки, которая отошла от потолка. Именно за это я и говорила, что первым делом мы будем этим заниматься полностью, эту штукатурку. Она вот такая толстенная, тяжеленная. Да, где-то там размокла, где-то еще что-то, и она падает. Ее полностью нужно содрать. Я здесь согласна. Затем облегчила бы потолок, убрала всю глину, которую утюпляли верхнюю часть потолка, оставив только доски. Да, мы глину будем убирать, ту, что, по крайней мере, отпадает. Все, что шатается, шевелится, все это придется убрать. Дальше. Так, прогнившие доски убрала и где надо дошила новыми. Сто процентов. Затем необходимо приподнять потолок, где он провис. Для этого беру крепкую проволоку и провислые доски, подтягивать, закреплять к шагам, на которых закреплен шифер. Вот на этом вопросе я задержусь, потому что ни одна зрительница, человека три написала, провис потолок, он скоро упадет на голову и так далее. На секундочку, ребятки, может быть, что-то как-то я не так снимаю или что-то не так показалось там на видео, я не знаю. Там нигде потолок не провис, там нет провисания потолка. Вот то, что там отпадает, вот эти вот пару кусочков дальше отпадает, вот этой вот шпаклевки, да, и он такой толстый слой, вот это вы имеете в виду. Но, скорее всего, мне кажется, что зрители подумали, что потолок, получается, провис вот так вот. Он идет, он идет вот так под углом. Вот заходишь, справа стоит шкаф, здесь одна высота потолка, а слева, где, вглубь, где плита стоит, там, там другая высота потолка. То есть потолок идет вот так вот. Почему? Крыша здесь не такая, а односкатная, я об этом говорила. Поэтому при входе вот такая высота потолка, а более вглубь помещения вот такая, это не провис потолок, это он такой и есть. Поняли? Это вот так вот потолок. Ничего там подтягивать не надо, он не провисший. Потому что я один комментарий прочитала, а второй думаю, так, стоп, где там провис потолок? Он не провис. Так, дальше. Юля, добрый день. Вы в каком-то видео говорили, что у Сергея есть свой канал. Дайте, пожалуйста, ссылочку. У Сергея своего канала нет, у нас действительно несколько каналов. Есть кулинарные каналы, есть вот основной канал артисты и есть канал цены нет. Летом мы будем на него снимать ролики, сейчас изредка тоже там ролики выходят. Но как-то у меня не хватает времени снимать и сюда, и туда. Вот. Раньше этот канал был создан для того, мы раньше, ну, часто и много ездили по морям. И так как информации снималось много, и ты хочешь и отдохнуть, но тебе приходится монтировать, ты не успеваешь вовремя, и с большим опозданием выходили видеоролики. И потом, как у нас мысли возникли о втором канале. Второй канал называется цены нет. Вот. И такая ситуация возникла, что, допустим, ролик выходит там с недельным опозданием, то есть неделя разница. И мы меняли место дислокации, мы в одном курортном городе были три дня, потом переехали на два дня в другой, то есть мы так вот путешествовали, да. Такое путешествие на нас на то время было сорокадневное, сорок дней. Вот. И возникли такие ситуации, что люди пишут, мы, вот, допустим, мы там в Коблево, да, и люди пишут, мы приехали в Коблево, мы хотим с вами встретиться, там познакомиться. Еще же очень много таких было писем, очень много было таких встреч, к сожалению, большинство из них, основная часть из них не вошли в наши видеосъемки, в наши видеоролики, потому что зачастую люди, ну, вот, обычные люди, да, они не хотят, не согласны сниматься и так далее. Вот. И возникала такая проблема, что люди пишут, мы приехали, мы хотим познакомиться, а мы-то уже не там, а это было еще неделю назад. И один, второй, третий, четвертый, так, случай, мы думали так, мы подумали, стоп, что делать, ну, блин, как-то так получается неудобняк. Вот. И мы создали канал «Цены нет», мы его так и называли «Экспресс-канал», то есть ролики выходят день в день. Мы записывали такие коротюсенькие ролики, и из них можно было понять, где мы на данный момент находимся. И вот так вот как-то мы его снимали. Потом забросили, потом опять снимали. Ну, сложно и сюда два ролика снимать, и туда ежедневно. Вот. Ну, летом там побольше съемок, да, летом больше что делаешь, больше что-то там, природа, чего-то интересного. Ну, вот как-то так. Так, дальше. Так, это вам не надо, это я себе копировала. Юля, а ты не используешь, ты не используешь редкое мыло. Ребятки, очень редко я его использую. Я больше предпочитаю обычное, вот в кусочках обычное мыло. Почему? Потому что, в отличие от обычного кускового мыла, почему-то для меня все жидкие мыло, они плохо смываемые. Вроде пенится все, но их надо как-то дольше смывать под краном, ну, под водой. И этим они мне вот как-то, может мне хорошие не попадались, не знаю. Как-то вот обычное мне как-то привычнее. Так, Юля, но ведь носик твой с собой, ну, почему бы не понюхать, не отходя от прилавка? Вот когда продукты, да, вот я приношу, действительно обидно, там то тухлое, то вонючее и в мусорку уходит. Вот человек мне пишет, почему бы не понюхать, не отходя от прилавка? И попробовать должны дать, если попросишь сделать это. Деньги ведь не печатаешь по ночам, я бы сходила. Вот, ну, я тогда не пошла эти грибы, да, менять я, ну, на то были свои причины. Как-то так сложились обстоятельства, и неохота было идти, и уже, думаю, они, наверное, закрылись, потому что под конец дня я была, ну, короче, как-то так решила я. Вот, можно нюхать, но постоянно у меня какое-то табу насчет этого осуждающего взгляда продавца. Ну, я, может быть, себе как-то так накручиваю. Если я прошу, я делаю так пару раз, да, в свою жизнь, ну, может, больше, конечно, чем пару раз. Вот, если я говорю, а можно понюхать? Она вот так вот с закатывающими глазами. Нате, нюхать. И все, я в жены хочу покупать. Ну, короче, у меня такой осадок, то есть, как будто я такая неприличная покупательница, такая какая-то странная, обо мне что-то думает, так вот закатывая глаза. Ну, поэтому я не спрашиваю понюхать. Может, это неправильно, но не знаю. Так. Привет, ты столько много варишь, два раза в день. Неужели вы все это съедаете? Нам бы хватило на несколько дней. Извини, не хочу обидеть. Мира всем и здоровья. Спасибо за комментарий. Отвечаю, ребятки, уже много раз говорила. Не все видео у меня снимаются вот так вот в один день. Вот. У меня же есть еще и своя жизнь. У меня есть работа, которую нужно выполнять, чтобы за что-то кушать. Да? То есть, ютуб ютубом, но есть еще другие дела. И зачастую у меня ролик один снимается несколько дней. Поэтому в нем может быть, я даже говорю, там, не заканчивая ролики сегодня, ничего не наснимала. Продолжим завтра. И у меня наступает следующий день, и вроде бы как я опять готовлю кушать. И люди думают, а куда прошлая еда делась. Иногда я компоную ролики, уже смотрю там, чтобы они как-то там, ну, не то что по тематике, но вот на свое усмотрение, да. Бывает там позавчерашнее видео я могу с сегодняшним соединить вместе. Поэтому иногда получается, блин, а сколько у вас там человек живет? Табун, что ли? Ну, вот как-то так. Так, а снимаю в основном я вот сейчас зима, да, таких каких-то разнообразных съемок нету. Это кухня, кухня, кухня. Так-то я камеру с собой, ну, вот редко на улицу беру куда-то. Вот, а в основном, когда захожу и начинаю готовить, о, вы у меня, я вас ставлю. Что-то с вами поговорить уже, знаете, в привычку вошло. Вот, поэтому получается, что одна кухня. Ничего, немножко осталось, сейчас весна, посадки, деревца, цветочки и так далее. И лето начнет, Юля, жарко, ой, жарко. Ну, у нас действительно такая жара, я, вот сейчас зимой у меня ноги, я порхаю, как бабочка. Наступает лето, только температура переваливает за 30, все, ноги, как бочки. Опухают, отекают и Юля страдает. Ну, ничего, запасаемся таблетками и вперед. Так, дальше. Юлечка прочитала, что собираются ваш город переименовать в Гард. Такое вот название Гард. Типа казаки здесь основали в 16 веке Гард. Это рыбный завод, ну, то ли переводится, то ли что. Чем же им Южноукраинск не угодил? Ребята, этот вопрос уже не впервые у нас поднимается. Я не знаю, я не буду лезть в эту вот, в эту стихию. Моя точка зрения, если хотите услышать, то я не знаю, я не понимаю, для чего и почему это нужно, что в этом названии такого плохого Южноукраинск. До речи, его переименовали уже давным-давно. То есть таблички, так же, когда был Киев, стал Киев, Одесса, Одесса, Запорожье, Запорожье. То есть так же и у нас Южноукраинск, Певденноукраинские таблички на выездах, въездах в городе. И атомная электростанция у нас Певденноукраинска, правильно, да? Вот, поэтому чего там переименовать, не знаю. У нас был в городе опрос, было голосование, люди приходили, голосовали. И я знаю, что больше всего голосов набрало название. Там были разные названия, в том числе и ГАРД. Вот, но по голосованию победила на первом месте Певденноукраинск, да, Украинск. Вот, а сейчас опять этот вопрос поднялся, и вроде бы как хотят все равно. Ну, не знаю, возмущений очень много по этому поводу. Чем все закончится, ну, не знаю. Вот, ну, в любом случае, мне кажется, если переименуют, мы все равно как были южноукраинцами, так и будем. Это время, наверное, многих долгих лет, чтобы этот самое, ну, не знаю. Но есть такое, что хотят переименовывать. Так, потому что я не знаю, это такое вот это переименование. А у нас у всех квартиры, недвижимость, дома-то в городе-то другом. А это что, все документы перейдят? Ну, короче, непонятно. Так, дальше. Добрый день, Юля. А зачем вам 100 штук перца одного сорта? Ведь вы, наверное, будете еще пробовать и другой сорт. А где дальше будете выращивать? Наверное, у вас хорошие условия для рассады, пусть все растет. Бо Юля дурненько, понимаете? Иногда бывает просто вот клемма упала. Что сделала? Не знаю, зачем. Я помню, когда снимала эти семена, я же сказала, гроши потратила, гроши потратила, а потом себя успокаивала. Ничего страшного. Это же манина на оденрик. Зачем? Надо было располовинить, как минимум. 50, а на следующий год 50. Не знаю все, мне показалось, вроде 100 штук, это немного вот так вот горсточки. А, посеял. Конечно, много. Не надо было так делать. Ну, теперь шо уже поделаешь? Ну, уже буду над ними трястись, уже буду. Конечно, и другие сорта надо, и буду сеять, и сею. Ну, так вышло. Не берите с меня пример. Надо все в меру. А у Юлии... Ой. Я иногда сама себя удивляюсь. Так. Дальше. Я беру 4 ложки столовой воды теплой. Это насчет замачивания семян, для чтобы они проклюнулись, проросли. Воды теплой, 4 ложки столовых. Добавляю перики с 10 капель, и замачиваю семена на 3 семена. Замачиваю на третий день, высеваю. То есть, как бы, двое суток на третий, да, высеваю в землю, в ящиках, и вуаля, семена вышли все до единого. Я немножко замачивала в этом году по-другому. Я замачивала прямо в перекиси водорода на 20 минут. Прямо в перекись водорода я их кинула. Ну, оно там что-то обеззараживает. Не знаю, делала так впервые, рискнула на свой страх и риск. Думаю, такие дорогие семена. Сейчас они тут еще спали, сжарятся в этой перекись. Ну, нет, думаю, все делают садоводы, огородники. На 20 минут замочила в перекиси. Не промывала, положила на спонжики, полила их чуть-чуть водичкой. И так вот они у меня прорастали. Использовала вот такой способ, метод. Их много разных. Раньше я вообще не заморачивалась. Просто в мокрой тряпочке там пакетик завернула, и они лежали. Главное, в тепленькое место, ну, чтобы оно быстрее было. Такой вот совет мне был, что, Юля, шкаф можно поставить на печку. Это шкаф, который вот верхний, который посудный, со стеклянными дверцами. Мы его туда мастырили, когда изначально туда мебель вносили, не влазит по высоте. Вот почему он с этой стороны стоит, потому что здесь опять-таки потолок выше, а где вот эта печка, там потолок вот так, ниже. Поняли? Вот так идет. И он туда не помещается. Но посмотрим, так как мы будем защищать, и, возможно, там, видите ли, один слой досок, и сверху еще идет, на который шифер прикручен. Возможно, этот нижний слой досточек, мы посмотрим, в каком они состоянии. Может, мы их все уберем. Правильно, зрители пишут, Юля, не загадывай ни за материал, ни за то, ни за все, что из чего, сколько денег тратить, что именно покупать. Сначала обзирите и посмотрите, что там. И как-то нарисуется картина. Вот. И, возможно, если мы нижний слой дощечек уберем, и высота станет выше потолка, и, возможно, туда шкаф встанет, да. Так, дальше. Сразу хочу ответить, ребята, уже раз на эту тему говорим, и за летнюю кухню, насчет печки. Есть комментарии, что мне пишут, Юля, надо развалить эту печку, убрать, все это вычистить, на место печки поставить стол. Но, вы знаете, у меня в голове вот эта картина не прорисовывается, то есть разрушить печку и поставить туда стол. У меня, в принципе, эта печка служит как стол. То есть зачем этим заниматься? Вот так вот у меня как-то в голове, поняли, да? Просто немножко облагородить бачок. Сверху заселить как стол обычной клееночкой и все. Я сейчас... Там лежит такая, блин, дверь от шкафа старого советского трехсворчика. Шкаф был, мы дверь положили, она лакированная и нормально. Вот. Ну, можно чем-то заселить красивым. Но я этим стол печка, так назовем, не пользуюсь полноценно, потому что как раз именно над ним вот эта дырка и вот эта вот сыпется, осыпается. Вот. Что я там не могу как бы ходить вокруг да около, рядышком. А если мы потолок сделаем, все, я смогу там этот самый что-то делать. Я подвисаю. Может, у меня телефон перегревается? Да, горячий телефон. Я чехол сняла, забыла. Вот. За что я говорила? Ну, короче, не знаю. Честно, не хочется с этим париться, разбивать эту печку. Ну, это мы, наверное, вряд ли будем делать, ребятки. Так, дальше. Вот этот комментарий я вообще не поняла. Может, вы что-то поймете. Я вам прочитаю его, конечно. Я два раза перечитывала. Перечитывала. Вопр. Добрый день. Я надеюсь, прочитай. Это мой вопрос. И где мой муж? Своего жалко пока. Хотя это мое. Я, наверное... А почему вы? А почему, Леди Баг? Покажите ему этот вопрос задать. А почему же за кадром ее? Только я этот он отдыхаю. Почему она поставила? Я не хочу заниматься. Она хочет заниматься. Мне нужны продукты. Я надеюсь, вы вместе. И прочитаю его видео. Заметьте, пожалуйста, не прочитайте мой вопрос. А еще надо арбу. Хотя это мое. И решать вам. Ну, короче, я дальше даже читать не буду. Страшно представить. Звучит, как какое-то заклинание. В конце, пожалуйста, мой полный Таня, пожалуйста. И по комнате дура в новом году. До свидания. Концовка вообще гениальная просто. Так, ладно, дальше. Посмеялись, поехали. Юля, а вы жука расческой вычесываете? Я его вычесываю, но летом. Зимой я не вычесываю. Зачем? Ему же надо, чтобы... Альма, что ты там делаешь? Ему надо, чтобы было тепло. У него вот этот подшерсток, мех, назовем его так, да? Он его греет, греет его душу. Ему тепло и хорошо. Нет, не вычесываю. Летом, да, оно прямо само клоптями вот это вот из него вылазит, этот подшерсток. То я чешу. И то не все места, некоторые места ему просто нельзя чесать. Он не разрешает. Там есть запретные места. Сзади попка, хвост и животик. Так, дальше. Юля, я бы верх шкафа отпилила на нужную величину. Как это, ребятки, отпилить верх шкафа? Там же дверцы, там же стеклянные дверцы. Как это? Не получится. Так, крышу надо полностью убирать. Там от влаги все прогнило. Так, я бы еще посоветовала убрать печь полностью. Смотрите по своим финансам и силам. Без вложений не получится. Если подумать, то это главное твое рабочее место летом. Это просто совет. Думайте, решайте сами. Спасибо за комментарий. Посмотрим там уже по ходу, как оно, что будет. Но главное мое место, это на улице. Улица. Провожу там сам большую часть времени. Вот. Потом кто-то спрашивал, Юля, там надо крышу менять и так далее. Нет, ребята, крыша раньше текла. Кто помнит, я показывала после дождя, прямо на полу, в летней кухне, возле печки была огромная-огромная лужа. Там еще как раз пол такой неровный. И вся вода вот в одной лужице собиралась. Я ее вымакивала, вычерпывала. Вот. Мы купили шифер и перекрыли крышу, но не всю. Там 2-3 шифера положили в тех местах, где текло. И теперь не течет. На полу после ливней, после дождей, после снега, после таяния снега. На полу, я смотрю, наблюдаю, ни одной капли нету вообще. То, что доски прогнили, это от того, что раньше там текло. Понятно, да? Так. Юля, если ножки у стола спилишь... Альма, где ты, что ты делаешь? Что ты шебуршишь? Где ты есть? Что ты там сидишь? А ну прыгай сюда, бегом. Под стулом, что ты там шкрябаешь? Если ножки у стола отпилить, да, чтобы его высота была меньше. Вот. Написано, написали, что будут плохо открываться дверцы в тумбочке. Ну да, может быть. Ну посмотрим. Я надеюсь, если мы уберем верхнюю часть потолка, оно ж повыше станет. Может, оно все и там поместится. Юля, сначала крышу делают, посмотреть, где течет, а потом потолки делают. Крыша сделана еще в прошлом летом, в прошлом году. Так. Юля, бананы при сахарном диабете нельзя. У нас в семье ни у кого, слава богу, ни у кого сахарного диабета нет. Так. Юльчик, ты передаешь Сергею от нас восторженные комменты и лайки? Да, конечно, обязательно. Так. Юля, почему у вас такая каменистая местность? Там на одном из видео, на канале цены нет. Есть наши скалы, наш берег реки и так далее. Я не знаю, кто камни разбросал. Почему такая камня? У нас скалы, скалистые берега реки, Южный Буг, красивые места. Почему она такая каменистая? Я не знаю. Я даже не знаю, это ко мне вопрос. Ну, но я же камни разбросала. Я не знаю, почему. А почему в пустыне много песка? Ну, я не знаю. Так, дальше. Боже, что она намного целая. Юля, эту кухню снести с земли и просто купить деревянный домик, так же, как и беседка, и будет летняя кухня летом. Ребята, вы представляете, вот такого плана беседка, как у нас сейчас, на данный момент, стоит около 30 тысяч гривен. В те времена, когда мы ее покупали, мы ее успели взять по старой цене, она сделана была давно, и она стояла, что ее никто не покупал. Вот мы нашлись покупателей за 7 или 8 тысяч. Сейчас около 30 такая стоит, мы ездили и смотрели. И представьте, сколько будет стоить такой домик деревянный, а еще и со стенами, да, потому что, чтобы ничего вообще, ни ветра, ни дождь не залетало. Ну, я не знаю. Ну, как минимум, я думаю, это будет 1060, как минимум стоит. Ну, о чем тут говорить? Юля, у меня почему-то черный экран на видео. Не знаю, все бачат, что там у вас черный экран, не знаю. И я закончу вот на таком комментарии, ребята, потому что все-таки время поздно, я так громко тут кричу. Почти 12, 23, 40. Мы на потолок в летней кухне прибили спандбонд двойной, как он идет в рулоне. Если что, то и воду пропускает, и тепло держит, и легкий, очень бюджетно. И вот здесь вот мне, Юля, хочет подешевле, да, действительно самый дешевый вариант. Я вам не раскрывала всей тайны, какая у меня есть задумка, но это я не знаю. У меня такая есть мысль, и она очень похожа на совет, вот, зрительницы, да, насчет спандбонда. Вот, и я так думала, если им все получится, там дощечки целые, все дела. Вот. Вот, мой выбор пал на подложку. Вот эта подложка, которая идет под ламинат. Она есть разной толщины. Есть и тонкая, есть вообще вот такая толстая. Есть чисто белая, есть, что с одной стороны такая фольгированная, тепло держит, да. Если честно, я думала ее прямо взять, то ли речками прибить, то есть, хорошенько натягивать ее, разравнивать. Один прибивает, другой разравнивает. Вот. Она дешево стоит, она недорого. Там, я не знаю, там метр, ну, пускай 20 гривен метр. Она довольно-таки широкая. Ну, то есть, копейки, можно сказать, по сравнению со всеми вот этими пластиковыми, да, вагонками. Вот. И то ли степлером ее щелк-щелк-щелк, но и понимаю, что в будущем у степлера вот эти все они поржавеют, да. Вот. И второй вариант, купить какие-то речки и прибивать с помощью речи, таких плоских дощечек и натягивать, прибивать. Смотрите, если даже фольгированной, фольгированной стороной туда, то есть, вовнутрь, а внешней, оно получится белое. То есть, мне этот вариант почему устраивает? Потому что, то есть, мало затрат и вполне себе нормально. На голову ничего сыпется не будет. Вот это вот самая основная задача, чтобы мне не сыпалось на голову. Вот это все. И поэтому, когда я прочитала, что я подложку хочу такую толстую, да, туда пришпандорить, оказывается, вот люди прибивали в летней кухне даже спандбонд, то есть, это вообще тоненький материал, хорошо натянуть и все. Вот. То понимаю, что моя мысль имеет место быть. Я не стала просто вам на видео рассказывать. Думаю, блин, скажут, ну я как-то дурочка. А то смотрю, что я одна такая, я не хочу вас обидеть. Но это действительно, это бюджетный такой вот вариант. Поэтому я как-то нацелена на вот это вот. А там посмотрим, что получится. Ну, может кто-то скажет, смотри, что ты лепишь. Ну, ребята, у нас неизвестно, что будет завтра. Влаживать большие деньги в это все. Чисто, чтобы там раз в месяц зайти, что-то там поделать, когда дождь. Поняли, да? Ну, такое. Вот такие дела. Ребята, все. Всем спасибо за комментарии. Всем спасибо за вопросы. Пошла умываться, готовиться ко сну, потому что время поздно. Соседи, наверное, слышат, как я тут громко разговариваю. А у меня уже автоматически. Хочу, чтобы все меня услышали, чтобы я правильно и громко, разборчиво донесла свои мысли. Поэтому громко разговариваю. Привычка такая, чтобы все мы не почулы. Все. До новых встреч. Чьи вопросы сегодня не вошли, не обижайтесь. Значит, будут в следующей рубрике вопрос-ответ. Берегите друг друга. Всем мирного неба. Всем спокойной ночи. Бо, я сейчас спатоньки иду, да? Вот. Скоро увидимся. Пока-пока.